Рассмотрение вопроса об отлове и содержании бездомных животных получилось по-настоящему скандальным. Депутаты и общественники буквально засыпали вопросами и претензиями ответственного за эту работу подрядчика. Все началось с жалобы к депутатам защитников животных. По их словам, они пытались попасть на территорию пункта передержки, чтобы найти потерявшихся питомцев и стали свидетелями жестокого обращения с животными. Заявляю, что факт был жестокого обращения с животными. Был подвешенный щенок. Он висел, подвешенный, с задней лапой головой вниз. Представители департамента горхозяйства заверяют, они, как контролирующий подрядчика орган, таких нарушений не выявили, хотя проверки проводят регулярно. Специалистам, курирующим данное направление, три раза в неделю осуществляются выезды. Выезды эти ни с кем не согласовываются, я имею в виду подрядчика. То есть выезжает и в свободной форме проверяет. Департамент горхозяйства и сам подрядчик рапортуют, контракт на отлов и содержание животных стоимостью почти 10 миллионов выполняется хорошо. За этот год уже отловили 2500 собак. 10% из них стерилизованы, остальные усыплены. Однако меры контроля у депутатов вызвали сомнения. Масло в огонь подлили и общественники с заявлением на то, что на территорию пункта передержки никого не пускают. И проверить, в каких условиях содержат собак, попросту нельзя. Те материалы, которые нам в письменном виде предоставили, с учетом тех фактов, которые устно озвучивались, я предлагаю направить в полицию, пускай дают оценку вот этим всем действиям по убийству домашних животных. Как пояснили в управлении дорог и благоустройства, подрядчику уже были направлены предписания улучшить условия содержания животных. И ему уже может грозить штраф более 400 тысяч рублей. Сам же предприниматель с обвинениями не согласен, однако комментировать это он не хотел. Чтобы с ним пообщаться, пришлось буквально ловить его на лестнице. По этому поводу мы написали заявление, обнаружив, что пропажу собак разбирается полиция. То есть мы написали заявление о проникновении, о краже собак. Значит, те люди, которые туда проникли, они по всей видимости там что-то и делали. Депутаты же порекомендовали подрядчику сотрудничать с общественниками, с защитниками животных и даже организовать из них специальную комиссию, которая бы контролировала его действия. Кроме того, специалисты пообещали, что уже завтра доступ в пункт передержки должен быть открыт для всех желающих. Готов заявить, что в течение светового дня житель города, который потерял свое животное, он может туда появиться. На данный пункт передержки попробовать, постараться найти свою собачку. Значит, в ночное время, конечно, доступ туда будет запрещен, ограничен. Обращения и жалобы, которые поступили от общественников, будут направлены в прокуратуру. Так что предпринимателю предстоит как минимум еще одна проверка. И после нее уже будет вынесен окончательный вердикт. Александр Ловицкий, Всеволод Никитин. Новости.